После принятия нового закона об образовании, федеральный закон номер 273 в декабре 2012 года, было сразу в самом законе уже прописано обязательное требование до определенного срока внести изменения в уставы образовательных организаций. И по этой причине и в устав нашего вуза были внесены соответствующие изменения. Они проектованы в первую очередь тем, что, допустим, ранее все законодательные документы, которые касающиеся вопросов образования, были включены в порядка 110-111 документов различных подразделений, так скажем, федеральных законов, нормативных документов. После принятия закона об образовании, значит, все существующие в области образования документы были соединены воедино в один документ, который рекламентирует оказание образовательных услуг на территории всей Российской Федерации. Одно из основных первых таких изменений – это изъятие или исключение из названия нашего университета понятия профессионального образования. Теперь мы называемся Федеральное государственное бюджетно-образовательное учреждение высшего образования, Ижевский государственный технический университет имени Калашникова. Введено третье по настоянию руководства, значит, университета, введено новое, еще одно сокращенное наименование – Ижевский государственный технический университет имени Калашникова, без другой аббревиатуры. Значит, изменена структура самого устава, включены отдельные пункты, которые ранее не было, значит, это по видам деятельности, отдельные виды, на которые были получены лицензии на определенные виды деятельности, значит, в том числе это по неразрушающему контролю, по работам, связанным со служебным и охотничьим гладкоствольным оружием, по утилизации военной техники. Значит, введено новое понятие, которое должно обязательно приниматься на общей конференции трудового коллектива – это рассмотрение развития университета. Значит, касаясь выборов ректоров, значит, осталось прежнее условие – это проведение выбора ректора на конференции трудового коллектива. Ректор избирается сроком до пяти лет, значит, с ним заключается договор Министерством образования и науки Российской Федерации, и этому предшествует конкурсный отбор аттестационной комиссии Министерства образования и науки. Значит, конкретизированы отдельные моменты, касающиеся оказания образовательных услуг. Это заключение договора на обучение, порядок приема на целевое обучение для предприятий оборонно-промышленного комплекса, расширены права студентов, значит, появилось понятие попечительского совета в университете.